Привет, привет! Нельзя быть таким красивым. Ой, начинается. А можно с вашими ножками познакомиться, барышня? Я в последний раз, когда их видел, до конца не вкусил. Как день прошел? Я работал, я только с работы приехал. Вот, я был в другом городе, у меня была съемка весь день. Шесть часов сегодня отработал. Ой, спасибо, спасибо. Как вам, помолодел немножко? Кстати, я похудел очень серьезно, прям вообще. 8 килограмм. Опять ведешь прямой эфир, заебал. Так а что ты в него заходишь, тупица? Выйди нахер отсюда, если я тебя заебал. Божечки. Как дела? С Новым годом. Офигенные дела. Все хорошо. На пидорока уже меньше похож. Братан, на пидорока похож ты, потому что ты сидишь у мужика в эфире и называешь его пидорком. Это как бы странно. Поэтому пидорки те, кто меня смотрит. Потому что я мужиков не смотрю, не наблюдаю. Все очень просто. Здесь обычная логика. Что значит не вкусил? Это были твои лучшие ножки. Ну, то значит ты не вкусил. Я так. Я бы сказал, пригубил только чуть-чуть. Но ноги реально классные у тебя. Тут не поспоришь, конечно. Ребятки, ребятки. Как делеги у вас. Блин, со всеми поделиться этим настроением офигенным. Скоро Бали. Скоро серф. Скоро водопады, океан. Тусовки вообще. Будет офигительно круто. Я бы, конечно, хотел как можно больше ребятишек, друзейшек увидеть. Вот, поэтому если ты еще не определился, куда полететь в феврале, прилетай на Бали. Там будут нереальные тусовки просто. Мамма миа. С кем ты едешь, я тоже хочу. Слушай, нас много едет. У меня разные компании со всего мира. Так получилось, из Москвы подруги летят. Из Минска даже есть. Из Китая мы, ребятки. Мы все гоним. Вот. Зима на Бали не сезон, как повезет. Ну, слушайте, я был, было офигенно. Самое главное, с кем. И на Бали дожди, они приятные, они крутые. Да, я, правда, сейчас с девчонкой общался с Соней. У меня есть подружка, которая там уже второй месяц сейчас на данный момент находится. Говорит, что меня дождется. Вот. Она говорит, что пока сейчас дожди. Да, но пофигу. Я думаю, что когда я приеду, я привезу с собой солнце, вот и все. Ты стал еще больше похода, и всегда и останешься. Да, боже, какая разница. Мужик, какая тебе разница, с кем я ебусь? С мужиками, с женщинами. Тебе-то какая разница, тебе со мной не ходиться, тебе со мной водку не бухать. А тем более тебе со мной не ебаться. Поэтому, братан, просто угомонись. Если в тебе живет латентная пидорасина вот такая маленькая, так это не ко мне, понимаешь? Ты можешь зайти к любому другому человеку и его заебывать своими сообщениями тупыми. Мне этого не надо. Вот. У меня нормальные девчонки сидят и с ними общаюсь. Вот, так. Привет, привет. Нормальные диски поставь. Нормальные диски поставь. Это что вообще значит? Ни хрена не понимаю. Вы на каком языке все общаетесь? Девчушки, можно узнать у вас? Вы как женщины, как считаете? Это нормально, что ко мне мужики заходят и говорят, и пишут мне всякую ерунду? Пишут мне в личку, что я гей? Пишут, ну... Я просто ни по кому не пишу никогда. Я думаю, мужику я никогда не написал с какими-то там сообщениями. Ты там какой-то такой, не такой. Это как бы такая странная тема. Алексей, какой курорт выбираешь? Джимбаран. Я на Джимбаране люблю ужинать. Я на Джимбаран просто гоняю. Я обычно делаю романтик с женщиной. Приезжаешь на Джимбаран и очень даже неплохо. По мне так тоже странно, когда мужики заходят и пишут мне всякую ерунду. Бомбит жестко, наверное. Когда домой, а что вы называете домом? Кстати, согласен. Что мужики, малолетки тупые пишут. Нормальные мужики такими не занимаются. Согласен. Нормальные мужики и не пишут всякую ерунду. Ой, ладно. Давайте я их буду блокировать. Господи, на них еще время буду тратить. Куски дерьма просто. А шаурки. Ля-ля-ля. Так. Ничего страшного, что я бываю немного груб с подобными ребятами. Ну а что с ними? Скажите, как общаться с теми, кто не умеет общаться со мной? А шаурки просто блокировать нахер каждого. Вот и все. Они, правда, создают новые аккаунты. Им, видно, весело. Ну ладно, какая разница. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Ну что? Кто, куда? Никто не летит никуда отдыхать, что ли? А? Расскажите мне. Ой, ну приятно. Спасибо. Был бы цветочек, я бы тебе его вручил. Ну, к сожалению, цветы я уже женщинам не дарю. Ты дарился уже, все, хватит. Леша, у тебя прям такие серьезные проблемы летом были в Китае, это ужас. Знаешь, у меня было помимо Китая огромное количество проблем, беда не приходит одна, но я не хотел это все афишировать на инстаграм, жаловаться, сделать из себя жертву, как многие любят. Ой, у меня это, у меня то, ой, туда-сюда. Жертва, жертва явно не моя тема, вот. Поэтому я, как смог, взял себя в руки. Было очень тяжело на самом деле. Я пережил, ну, за 10 лет впервые что-то подобное. Так. Это шмотки все, это обувь, бутсы, что вы не знаете, может я присоединюсь. А с кем ты хочешь прилететь? Длинноногая красотка, с кем ты собираешься лететь-то на Бали? Одна ты вряд ли полетишь. Хотел вернуть Лизу? Нет, конечно. Мне будет достаточно воздушный поцелуй. Ой, ну, конечно, лови. Так, только из рекламника с Фукока вернулась. Классно. Нифига, прикольно. Ой, Виктория, можно, пожалуйста, не о Дом-2 мне так по барабану? Пожалуйста. Вы явно фанат Дом-2. Я понимаю, вам не имется со мной обсудить Дом-2 тему, но мне так плевать на это все. На всех этих участников, на всех абсолютно. На Захаре Ашаны, на всех их вообще просто по боку. Пожалуйста, хватит о проекте. Я в шоке. Вообще, хватит. Все, все, все. Я на Дом-2 не хочу. У меня офигенная жизнь. Ребята, вы бы видели моими глазами то, что вижу я на протяжении последних месяцев. Поверьте, вы бы не задавали этих тупых вопросов. Вот серьезно. Вот и все. Почему не хочешь вернуть Лизу? Да потому что не хочу. Незачем. Мы давно расстались. Все, она счастлива, я счастлив. Какая разница? У Машки про тебя в прямом речь идет. Только что от нее. У Машки? У какой Машки? Что за Машка? Я не понимаю, ком вообще. Надо подумать. Даже не нужна даже виза. Да, да. 30 дней не нужна виза. Так. Говорит, твоя идеальная пара это зеркало. А, все, я понял. Да, моя идеальная пара это зеркало. Конечно, так всегда говорят страшные бабы. Ладно, идем дальше. Здорово, Олежка. Привет, привет. Зачем вы мне об этом рассказываете? Мне это неинтересно. Ну, реально. Правильно делать, что злиться. Зачем о бывших напоминать лишний раз? Ребята, это все полная фигня. Передаю тебе привет, красотка. Поэтому, ребятки, вот эти все домовские темы. Кто там меня обсуждает? Кто там злится? Какая разница? Забудьте это все. У людей новая жизнь. Давным-давно. Меня там нету несколько лет. Мне это все неинтересно. Мне все, все вот это, все, 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 что вы тут сейчас обсуждаете, все, что вот из домовскими, мне это абсолютно неинтересно. Поверьте, вообще пофигу. Зачем мне об этом рассказывать, я не знаю. Так. Она говорит. Даймонд 0231. Надо вас, можно заблокировать, если вы будете этот. Алексей, квартира твоя в Минске как? Ты сдал ее? Да, квартиру сдал. Очень даже успешно. У меня как бы очередь была, когда я квартиру-то сдавал. Это кто вообще, блогер? Это кто? Кто ты? Я не знаю. Ты, наверное, блогер. Сидишь у меня, смотришь мой эфир. Наверное, да. Сейчас у тебя есть девушка. У меня сейчас есть ли девушка? А что, если я вам скажу, что нет? Или скажу, что да? Что изменится? Смотри, периодически твою инсту, много инсайтов, ловлю и мотивации. Ой, Серега, спасибо. Певец или кто? Я? Я никто. Я мусор собираю на улицах. Я самый знаменитый мусороуборщик. Самый симпатичный уборщик мусора в Китае. Вот так вот. Как встретишь Новый год? Как встретил Новый год? Новый год был офигительно крутой. Я на всю жизнь это запомню. Просто офигенный был Новый год. Как встретишь, так и проведешь. И я уверен, что я его так и проведу. Офигенно было. Специально худел? Очень хорошо выглядишь. Да, специально худел. Так надо было. Сейчас многие участвуют в баттлах, а ты бы поучаствовал? Нет. Я твоя девушка. У тебя там парень, у тебя на аватарке. Какая ты моя девушка? Ты что, гонишь? Там не я с тобой. Все нормально. Передай привет Кате и грустно. Катечка, не грусти, дорогая. В мире очень много всего интересного. И поверь ты мне, если ты будешь грустить, от этого буду грустить я и все остальные. Все мои друзья будут грустить. Поэтому давай, возьми себя в руки. Ты молодая, красивая. Все будет хорошо у тебя. Офигенно. Поверь мне. Главное в это верить, хотеть и действовать. И все будет охуенно. Так. Привет, Леша. Леша, выхожу прямой, только с тобой можешь зазнаться. Ой, ну спасибо, спасибо. Приятно все, зазнаюсь. Читаю, например, с меня. Пишите по-продомски. Вы еще смотрели. Лешка молодец, что ты ушел туда. Тебе выставляли. Некрасиво. Слушайте, ну выставляли, да и выставляли. Все нормально. Не хотел вернуться к психологии. Я изучаю психологию. Мне нравится. Расскажи о планах на 2020. Не буду ничего вам рассказывать. У меня свои планы. Просто поверьте, что у меня это лучший мой год. По-любому. Это Пьеха. Ты голливудская звезда. А, Пьеха. Нифига себе, это кто-то крутой, типа Пьеха. Пьеха это вообще кто? Лешка, подскажи, какую мы диету как похудел. У меня нет диет. Ходи в зал просто. Фигач максимально много. Делай много кардио. Занимайся много сексом. И будет тебе офигенное вообще похудение очень быстро. Кто бы знал, что умеешь поддержать так по-доброму. Ну вот могу иногда. Привет, как дела? Офигенно. Загадывал желание? Честно, нет, не загадывал. Я загадывал желание. Знаете, во что я верю? Когда звезды падают, я любитель загадать желание, когда именно звезды падают. Это из детства. А на Новый год я помню, что нифига не сбывалось. Поэтому забил вообще нафиг. Здравствуйте. Приветик, с Новым годом. Приветик и вас с Новым годом. Всего вам хорошего в этом году. Где находишься? Мисс Виктория 88. Я вас попросил не говорить мне о доме, о домовских. Если вы фанат Дом-2, я вас могу или заблокировать, или просто попросить уйти отсюда. Потому что мне неинтересно на домовские вопросы отвечать. Просто я вам уже несколько раз сказал, но вам почему-то не доходит. У вас бзик какой-то по дому или что? Странный вы человек. Вы, конечно, простите меня, но я не хочу об этом говорить. Ты болеешь. Выздоровеешь? Подожди чуть-чуть. Три секунды и будешь здоровенькая. Вообще осталось совсем чуть-чуть, и ты выздоровеешь. Все у тебя, все будет хорошо. Ты, главное, не переживай. Все будет офигенно. Все наладится. Так, да, это певец. Конечно, это певец какой-то крутой, вообще просто лютый тип. Просто я его песни не слушаю, вот и все. Ничего не понимаю, извините. Как относишься к тому, к тому? Боже, что за вопрос? Я с теми людьми вообще не общаюсь ни с кем. Вообще ни три слова, ни два. Ничего. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. А почему прям... Ну... Так, что-то я хотел вкусное скушать у себя тут, пока мне тут... Почему такой красивый? Потому что я охуенный просто красавчик. Людый тип просто. Я бы вам рассказал секреты красоты. Да, если бы рассказал, это бы уже не было секретом, понимаете? Все, все очень просто. Спасибо, спасибо. Не получил зайти в твой прямой эфир? Почему? А, я понял, спасибо. Леша, ты где? Я дома у себя, в Гуанчжоу. Завтра на работу? Да, завтра на работу. Что ждешь от 2020? Только лучшего. У меня это мой год 100%. Так, как избавиться от зависимости к человеку? Дай пару практических советов. Спасибо. Слушайте, ну, как избавиться? Вы должны занять свое время. Когда мы теряем человека, есть пустота определенная, да? Вы просто эту пустоту, которая образовалась, так скажем, воронка, заменяете на что-то полезное, чем вы хотели давным-давно заняться. Допустим, кто-то там хотел всю жизнь на байдарках поплавать или прыгнуть с парашюта. Вот вы должны это сделать. Обязательно. Это займет ваше время. Я бы еще посоветовал медитацию. В моменты приступа, когда вам плохо, когда вас душит изнутри, да, вот эта тема. Просто медитируйте. Это очень хорошая тема. Вот. Что еще? Когда вы будете вспоминать о своем бывшем или бывшей, какая разница? Вы должны саму причину расставания вспоминать, а не те хорошие моменты, когда вы друг друга держали за руки, когда вы целовались на пристани, когда вы познакомились. Нет, это так не работает. Вы должны вспоминать то, почему вы расстались. Самые плохие моменты. Только это. И все, все будет офигенно, офигенно классно. Общайтесь с людьми. И поверьте мне, потом, когда вы начнете знакомиться с новыми людьми, нужными вам людьми, вы поймете, что, боже, что вы вообще делали с тем человеком, как вы могли быть. Просто у людей, которые любят, есть вуаль. Вот. И когда ты любишь человека, ты не видишь его недостатков. Ты в одном человеке вся, вообще вся планета содержится. Тебе кажется, боже. А еще есть люди, которые манипуляторы, они тобой манипулируют, они давят на чувство вины, они тебя стараются продавить, сделать так, чтобы ты был под ними, под каблуком, не под каблуком, да. Поэтому, ребята, запомните, когда вуаль проходит, вуаль проходит, ты сразу видишь человека, каков он есть. Ты видишь его все манипуляции. Ты видишь, почему ты с ним расстался. И тебе становится так хорошо. Ты становишься таким счастливым, потому что ты видишь человека насквозь. Ты видишь всю грязь, которую он делал во время отношений. Поэтому ты ушел из этих отношений. А если он ушел от тебя, ну окей, ты должна поработать над собой или ты должен поработать над собой и понять, почему. Почему так получилось? Что и как, почему и как, туда-сюда. Ну, в общем, я свой лично. А, да, еще такой совет. Самое главное, что налево и направо. Ха-ха-ха, что было потом? Потом я понял, что, божечки, что я потерял столько прекрасных женщин. Субтитры создавал DimaTorzok Да, реально одинокий.